Эксперты объяснили, почему хакеров, посягнувших на казахстанский сегмент интернета, трудно вычислить. Дело в том, что виртуальные преступники применяют хитрые программы, скрывающие их местонахождение. Кибератаки могут совершать как извне, так и внутри страны. Причем и с одной, и с разных локаций одновременно. Точно сказать или даже предположить, кто именно совершает данные кибератаки на территорию Казахстана, является затруднительным, поскольку для проведения таких кибератак в основном используются VPN-серверы или вис-сервисы, а также прокси-серверы, которые значительно усложняют задачу в уявлении именно точного местоположения, откуда атака начинается. Это возможно, как и местные, так и зарубежные хакеры. Перебои с интернетом в Казахстане продолжаются уже неделю. Все это время государственная техническая служба фиксирует масштабные ДДОС-атаки. Специалисты поясняют, в основном кибернападения направлены на блокировку онлайн-сервисов госуслуг, а вместе с тем снижают скорость интернета в целом. Эксперты говорят, произвести компьютерный штурм легко, для этого не требуются сложные навыки и уйма ресурсов. Достаточно одного устройства и специальной программы, которую можно скачать в открытом доступе. Когда проблемы с интернетом прекратятся, зависит от того, как скоро закончится поток кибератак. Полное восстановление работы сети может занять около недели.